Друзья, всем привет! Давненько не выходили на связь, не было видео, не успевали просто снять. Сегодня у нас 2 число, 2 апреля, приехали на авторынок, вот зайдем на первую стояночку, попросили проверить автомобиль, заодно снимем цены, посмотрим цены, что сколько сейчас стоит, посмотрим наличие автомобилей. Всем огромное спасибо за подписку, ребят, поддерживайте канал, продолжайте подписываться, реально очень благодарен всем. Вот, идем смотреть цены, идем смотреть цены, кому нужна помощь в проверке автомобиля, звоните, пишите, обращайтесь. Телефоны указаны под каждым видео, поехали! Ребят, смотрите, Honda CR, какого она года? 17 год. 17 год, 18 тысяч пробег, 18 тысяч, 5 баллов, миллион семьсот десять тысяч. Вот этот автомобиль становится все популярнее и популярнее. И вот почему-то именно сейшеры можно найти с хорошей оценкой, с минимальным пробегом. Вот этот цвет такая же, оценка 5 баллов. Стоимость такая же, один миллион семьсот десять тысяч. И смотрите, это не гибридные версии, это автомобили 4 ВД, они турбо идут. А следующий автомобиль уже идет гибридная версия, в максималке обвес моделиста один миллион восемьсот девяносто девять тысяч. Да, как бы цена, конечно, не слабо, но посмотрите, как шикарно выглядит автомобиль со стороны. Литье, обвес спереди, по бокам и сзади. Максимальная комплектация. Кожаный салон. И обратите внимание, да, сколько сейшеров только на одной стоянке. Здесь раз, два, три, четыре, пять автомобилей. Кстати, опять поступление, опять очень много машин на авторынке. Выбор, в принципе, есть, я думаю, любых марок. Хонда степ-вагон, комплектация спада, 2015 год, турбо, полтора литра, 4 ВД. Штатное литье, туманки, спада, хорошая комплектация. Сзади дверь идет, разделяется на две части, либо вверх открывается, либо ломается. 4 ВД таких автомобилей действительно очень-очень мало. Если они еще и хорошие. Дальше идет у нас Mitsubishi Outlander, 2017 год, 2 миллиона, 235 тысяч. Последний рестайлинг, ручник уже здесь идет электрический. Ну, рестайлинг, конечно, смотрится намного побогаче и круче, чем до. Автомобиль идет с люком, максималка. Белый перламутровый цвет, штатное литье, летняя резина. Сзади идет накладочка. Так автомобиль выглядит сзади тоже. Тоже вот этот кроссовер становится все популярнее, популярнее за счет, конечно, экономии бензина, экономии топлива. Потому что, ой-ой-ой, но бензинчик все как-то, знаете, дорожает, дорожает и еще раз дорожает. Напоминаю, этот автомобиль, он заряжается от розетки, от розетки. Наподобие как, ну, грубо говоря, как Leaf. Honda Fit гибридная версия, спортпакет, 890, 2016 год, полторашка, комплектация S. То есть, ска, она идет с обвесом, на штатном литье, черный потолок. Но со стороны S, как можно определить, по литью, да, по штатному и по обвесам. Цвет такой интересный, красивый, но цена тоже немаленькая. Немаленькая за данный автомобиль, конечно, но фиты, фиты, это, наверное, хит такой продаж. Это очень-очень популярный автомобиль. Ведь 16-й год, полторашка, гибрид S, пробег 71 тысяча, аукцион, 3,5 балла. Ну, указано на то, что бьется по статистике. То есть, выделяется мордочка, да, фары идут линзованы, туманки, ходовые огни. Датчик пристолкновения, мультируль, круиз-контроль. Все это имеется на данном автомобиле. Кто-то вот недавно спрашивал, сколько стоит шаттл, да, максимальная комплектация в Z. Так вот, стоит перед нами Z-комплектация 1 миллион 85 тысяч. Это 16-й год, 10-й месяц, полтора, они все идут полторашки. Z-стайл, кожа, подогревы, пробег 104 тысячи. Машина 4 балла. Бокс на крыше установлен. Штатное литье, летняя резина, повторители, бесключевой доступ. Здесь кожаный руль, ой, кожаный руль, кожаный салон, вставки кожаные. Полный мультируль. Ну, Z-ку будет сразу видно по рейлингам. Также, допустим, и на Везель они выделяются. Это полноценный гибрид, полноценный. Fit у нас тоже полноценный гибрид. И Toyota CR-R тоже идет полноценный гибрид. Honda Везель 1 миллион 535 тысяч, полтора литра. Не гибрид. Пробег на автомобиле. Пробег на автомобиле 16 тысяч 458 километров. Сегодня давайте открывать машину не будем. Так, то есть у него идет полный мультируль, кожаный руль, кожаные вставки. Электронный ручник. Салон Alcantara. Видите, RS. RS комплектация. Рядом стоит у нас Везель. То же самое гибрид. 4 ВД. Электросидение, память сиденья даже есть. А по цене сколько он? Миллион 590 тысяч. Миллион 590 тысяч. Автомобиль 2016 года выпуска. Ну и смотрите, вот Fit, да, новенький, в рестайлинге уже пошел. Как он отличается. Стоит он, кстати, 900 тысяч. И вон идет. Ну, я думаю, видео можно будет найти, да, до рестайлинга Fit. 2017 год, 900 тысяч. Комплектация L. Туманки без литья. Вот фары, да. Фары у него изменились прям. Другие стали. L комплектация. Датчик при столкновении есть. Закрыт, кожаные вставки есть. Кожаный руль. Полный мультируль. Резина новенькая, смотрите, прям с лимелечками она идет. Давайте еще посмотрим. Honda Step Wagon, 16-й год. Какая цена, говорите на него? 230 тысяч. Миллион 230 тысяч. Черный цвет. Вот он открыт. Сейчас салон вам покажу немного. Остановимся тоже. Это, блин, наипопулярнейший минивэн. Слово блин. Откуда мне взялось слово паразит, да? Дверь сзади тоже ломается. Практически новая летняя резина. Я бы даже сказал то, что, наверное, новая. Смотрите, значит, дверь, как у нас можно открыть. Так, где она потерял? Можно сделать вот так, кто не знает. Я думаю, уже многие знают. Соответственно, так же ее и закрыть. Можно сделать вот так. Это очень удобно. Три ряда сидений, полноценных. Три ряда сидений. Места хватит всем. Что на втором ряду сидений, что на третьем ряду сидений. Боковые двери идут электро. Развяжены. Здесь два идет капитанских кресла. Проход на третий ряд сидений. Салон мне нравится. Знаете, вот. Ну, материал такой вот клевый. Сзади идут вот такие вот столики. Руль идет обычный. Но есть мультируль. Есть круиз-контроль. Датчик у нас. Датчка при столкновении. Никого нет. А, извиняюсь, одна электродверь. Один ключ идет. Эко-режим. Расход 15,3 на 1 литр. Климат. Подлокотники. Одной аукционный лист лежит у нас. Тут надо смотреть. Тут надо переводить его. Но автомобиль довольно-таки неплохой. Я вам скажу. Стэп-вагон. Полтора литра. Кроссовер Nissan X-Trail. 15-й год. 2 литра. 4 ВД. 1 миллион 350 тысяч. Комплектация не богатая, но не самая бедная. Без литья. Зимняя резина. Кожаный салончик у него. Автомобиль закрытый. X-Trail. Кстати, задняя крышка багажника у него идет пластмассовая. И, ребят, смотрите. Вот данный автомобиль. Вот, казалось бы, Honda Freed. Что здесь такого? Особенно Freed, Freed, Freed и Spike. Но данный автомобиль, он единственный по драме, по драму в России. В плане единственного, то, что у него, то, что он 2016 год, он 4 ВД. Передки, да, они есть. Но, чтоб, допустим, такой свежий год, еще и 4 ВД, их нет. Стоимость автомобиля, да, немаленькая. 880 тысяч рублей. И он, ну, как бы он без климата идет. Сейчас вам покажу его салон. 880. Ну, не слабо, не слабо. Я так понимаю, автомобиль только пришел, он требует уборки. Вот, смотрите, у нас в последнее время все, мы показываем видео, где идет климат-контроль. Смотрите, вот когда нет климата, все идет на крутилочках. Подлокотник. Дверь, не знаю, электро нет, сейчас посмотрим. Сзади идет два капитана с кресла. Ну, да, да, да. Тут автомобиль надо, конечно, очистить. От этого никуда не деться, он только что пришел. Вот сейчас будут приводить в порядок. Да, комплектация тут идет простенько. Глонас на автомобиле установлен. 880 тысяч. Давайте с вами еще по вот этой стояночке пройдемся, потому что времени не так много остается. Итак, популярнейший тоже минивэн. Как минивэн, они из 5-местной альфы. Есть 7-местной. Данный автомобиль 2014 года выпуска. Это полноценный гибрид. Стоимостью практически миллион рублей. 4 балла аукцион. 999 тысяч. Prius стоит 20-й. Цена, к сожалению, на автомобиле не указана. Но сейчас нормальный Prius. Кстати, их не так много на рынке. Стоит порядка, наверное, 700 тысяч рублей. Honda Fit Shuttle. 699 тысяч рублей. Автомобиль 2012 года выпуска. Объем мотора 1,3. 4 цилиндра. Есть гибрид, есть не гибрид. Есть автомобили 4WD. Мини басик такой, хайджетик. Carga. Грузоподъем у нас 350 килограмм. Объем двигателя 0,7 литра. На автомате они есть на коробке. 16-й год. 4WD. 429 тысяч рублей. Toyota Siento. 1,5 литра. Я так понимаю, это не гибрид у нас. Но цена здесь тоже не указана на данный автомобиль. Ну вот, смотрите, пример. Prius 20 юбилейка. 4 балла. 685 тысяч рублей. Но он идет на светлом салоне. Мультируль. 679 тысяч. По мне, так знаете, вот двадцатки они как-то... Ну да, согласен, там тридцатка она смотрится как-то покруче. Но мне вот, если честно, больше нравится двадцатка. Мазда Бонго. Такой рабочий автомобиль. 14-й год. Автомат. 825 тысяч рублей. Кому интересно, кстати, вот эти автомобили спрашивают частенько. Есть обзорчик. На канале можете зайти, посмотреть. Так, ну что у нас тут еще интересного. Еще одна двадцатка. Тоже 685 тысяч рублей. Даже третья двадцатка есть. Ух ты, ребят, смотрите, двадцатка подавезли. Сколько их только на одной стоянке? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь автомобилей. Ну, я так понимаю, цена примерно у всех, у всех будет одинаковая. Спейд стоит. Так, я так понимаю, вот этот спейд только что смотрели. Цена у него. Так, его смотрели или на него смотрели? Не помню. Но если его смотрели, то он хороший, его приобрели. Что тут еще? По двадцаточкам пройдемся, ценник посмотрим, если есть. Цена больше не указана. У нас уже все, думал, весна наступила. А сегодня вот пришлось, знаете, как-то пододеться. Похолодало. Похолодало на улице. Кстати, вчера проверяли автомобиль. Ну как, он аукционный был. Пасек, по-моему, 17-й год с пробегом там 28 тысяч за 400 тысяч рублей. Ну, я так понимаю, решили сэкономить. Притащили машину с аукциона подбитую. Да, никто не скрывал, подушки там были взорванные. Удар как бы был не сильно. Но на аукционе стояла печать. То, что с Аксид 725 тысяч рублей. То, что машина безосмотрена. Ну и в итоге, что вы думаете? Человек приобрел автомобиль себе подешевле. А помимо того, что взорваны подушки. Ну-то ладно, бог с ним, он на это был готов. Вариатор идет еще и под замену. Так, ну вот у нас стоит еще два спайка. Два спайка, спайки. Где у вас цена? 12-й год. Джейл комплектация 739 тысяч рублей. Бонго 825 тысяч. Напоминаю, Бонго есть с высокой крышей, с низкой крышей. Есть где две боковые двери, да, которые развяжены. Есть одна. Есть с форточками, есть без форточками. Бонго и Ванетт это полностью одинаковые автомобили. Сузуки Джимми. Хоть у джипа денег нет. 0,7 есть 1,3. Но 1,3 там цена за них, конечно, идет прям в космос. Это у нас версия 0,7. Автомат. 11-й год. 499 тысяч рублей. Кейкар. Ниссан Дэйс. Без цены. Цена не указана. Ну, Дэйс в районе, наверное, нормальный. В районе 450 тысяч. Еще один гибрид от Тойоты. Это Аква, 15-й год, 12-й месяц. Срочно и недорого. Слышали? Срочно и недорого. Знать бы цену. Срочно и недорого. Subaru Forester в Рестайле. 17-й год. Пробег 44 тысячи. 1 миллион 580 тысяч рублей. Ну, я всегда был за Subaru. Так как сам езжу на нем. На мой взгляд, повторюсь, на мой взгляд, это самый лучший кроссовер в своем классе. Если сравнивать Outlander, X-Trail, Vezer, ну, Vezer, наверное, нет. То есть, все-таки, ну, как бы кроссовер, но, если честно, я не могу его назвать. Vezer именно, именно кроссовером. Так, ну что, давайте вот еще чуть подальше пройдем. Что у нас тут есть, посмотрим. Что у нас тут есть. Еще один степ-вагон. Цены здесь нет. Сейчас остановимся, где есть цена. Тоже цена. Ну, почему вы не пишете? Почему вы не пишете цены? Очень неудобно ходить снимать. Vezer. Есть Wing Road. Хороший, но в последнее время довольно редкий автомобиль. 16-й год. Пробег 57 тысяч, стоимостью 675 тысяч рублей. Еще один 20-й Preuse у нас стоит. Я думаю, сценникам понятно, да, сколько они стоят. Под 700 тысяч. Стоит Note. Note стоит новенький Note. 600, но вот здесь можно будет гадать, да, сколько он стоит. Возможно, он продан, потому что ценник потерли. Toyota Tank, Rumi, Subaru Justi. Одинаковые автомобили. 17-й год. Мотор 1 литр, не из трубовой. 630 тысяч рублей стоит вот такой автомобиль. Все не появляется, появляется и еще раз появляется на рынке. Руми. Note ePower, 17-й год. Ой, 17-й, вру, 19-й год. Есть все. Зимняя резина, литье. Это гибрид. Есть все, кроме цены. Вот так я вам скажу. Toyota Vish 1.8. Передний привод. 16-й год. 1 миллион 55 тысяч рублей. Honda. Spike, 779 тысяч рублей. Honda Fit, 16-й год. Гибрид, 785 тысяч рублей. Ребята, на сегодня будем заканчивать. Как видели, автомобили у нас есть. Это мы с вами посетили только вот одну стоянку на входе. Поэтому выбор есть. Кому нужна помощь, звоните, пишите, обращайтесь. С радостью поможем. С радостью поможем.